Вот у них начался интеллект. Я гражданина тоже понимаю, потому что часть пятого не выполняет сотрудник, он даже не представился, ничего, берет сразу протокол и оформляет непонятно за что. Матай, матай, там у меня чего-то нет, просто разговор идут. Вот, вот, вот. Чуть-чуть назад, брат. Вот, 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 правда, да, удушай. Дай назад, дай назад, дай назад, заново включи, ва-а-а, инвалиды, инвалиды как бьют, о-о-о, это человек инвалид, как, охренеть, я думал, женщина обманывает, брат, я тебе говорю, он убивает там. Мам, это вот эти сотрудники наши, что ли? Я саму Абдурашиду пойду, прям ему в кабинет, блин, если этого человека не уволят с работы. Он что, человек, что-то, моты, что-то, он дурачный, он даже не сопротивлялся, машине сидит, да хоть грубо сказать, он не имеет права так делать. Его же машина, он, охренеть, он попал, охренеть, ты попал, старший лейтенант. Таксистный, да? Ну, инвалид, пацан, я тебе говорю, ты видел, да, реально, инвалид здесь ходить не может, они хотели его, бобик, закинуть назад, хотел здесь, да, там сидеть невозможно. Один здравый попался, там сотрудник, он сказал, ты что, инвалид, что ли, да, не видишь, что ли? Это сотрудник тоже другой, да? Не, не, это обычный, там столько людей было, я говорю, вот сейчас через минуты две я уже подойду. Но там они уже, вот этот другой есть. Охренеть, он что, дурак, что ли? Что он там с ним делает? За что инвалиды? За что так? За маску, что ли? Что за это? Да лучше бы написал бы 5 тысяч штраф, чем он так делает. Никуда он не делся бы оплатил. Зачем бить? Для чего? Чего он хотел там доказать? Охренеть. Я подошел, я думаю, честно, знаете, что это человек под наркотиками, который живет в водителе. И просто, брат, его лицо видел бы, все красное, глаза лопнули. Реально в душу. Я женщинам не поверил даже вначале. Как было женщины? Преувеличивая вес на суете. А она заново все грузит. 19 секунд пока, 18, 17. Ага, преувеличивайся, что-то продолжим. Давай, лицо пик. Три минуты, он чувствует, он убить мог его. Не, душит уже. Три-четыре минуты, душит он уже. А три, что он убил? Бьет его? Он что, дурной, что ли, Астах-Перва? Ва-ва-ва-ва. Что за афер-заман наступает? Судный день близится, братья, я тебе говорю. Там, говорится, притеснять людей будут. Или притеснение жестко этим карантином. Вообще, говорю, все близко. Они о чем думают? Они думают, что вечно жить будут, что ли? Это за него, это его так спросит, за это инвалида. Он просто, если человеку своему, брату, сыну, даже просто грубо ответит, это уже мой такой грех, а он душит инвалида, забьет. Я не беру их закон, закон мне нахрен не нужен их. Раз они работают по закону, просто отвечают по закону тогда. Шапку выкинул, душит в этом, все под... Я целый взрослый мужик же есть. Слово не подберешь, как он себя ведет же есть. Вот вы сами как считаете, правильно, да, это да? Вот тебя душит, вот так, ты пустишь, тебе маску одел. И, знаете, ты, ну, 26 раз, да, иди домой дальше, оплати 5 тысяч, и все. Вы только не знаете, не говорите, пожалуйста. Как отмазывается? Это киса, вы не видите, он газует, он думает, никто, это... Вот, брат, знаешь, в чем прикол? Два раза я был вот таком, когда сотрудник Адирас только отмазался. Потому что обычные люди, как мы же есть, мы просто мимо просить доказательства не отнесли. А Адирас был, уволили. Все, уволили, реально уволили, за то, что ударил он его. Просто удар был. Он ногу поставить сейчас еще, он будет стоять там до Талова, пока не приедет. Я видел, я уже там подошел. Он не имеет права даже документ забрать, паспорт в адмительстве, прочитайте конечную страницу. Там написано, сотрудник не имеет права забирать у вас паспорт. Только по законодательству, если тебя уже поймали, ты в СИЗО и идет дело на тебя, только в том случае. Он, говорю, ключи берем, ответ, лежит, бедный инвалид, жалко мне этого пацана. Толкает, бьет его души. Для чего он не сопротивляется? Сидит в машине человек. Ничего запрещенного нет, он сам посмотрел, видел ничего. Просто завершат, заберут человека, матрея, закинут в машину и все. Чуть-чуть помотай уже, брат, как забирай. Просто я тебе сам увидишь, как его хотели закинуть в заднее место. Они должны были его за руль посадить, сесть в другой его машине, сотрудник, и поехать на его машине. Уже до туда и сделали, уже там он просто много держит, ничего не делал, вот подъехали. Сейчас смотрим, есть сопротивление от этого гражданина или нет, он там не был. Я был, человек, 10 свидетелей. Он сам кричит на камеру, слышите, приедите свидетели. Вот вышел человек, пришли, подошли, выйдите, а он садист говорит, для чего. Я не знаю, как будто террориста поймали, бедный человек, инвалид, приехал, так суетно, что делает, не знаю, может выживает, как-то, а эти. Так, полк ДПС, номер тоже сейчас, надо позвонить туда. Все есть, все есть, нормально все, четко. Который стоит вон отдельно, вот он, вон там, который, вот он молодец. Смотри, как он идет, он инвалид, его сейчас таскают, он хромает, тот поймет, инвалид, он его не пустит туда, он посадит нормально на сиденье. А вот этот непорядочный сотрудник, который, смотри, насильно его толкать сейчас будет. Человек хромает, идет, вон, на видео даже все видно, он человек хромает, он его не бил, я понимаю, он вот так ушел с машины. Сейчас тот подойдет, один спросит, я лично слышал, ты что, инвалид, нога болит? Он сказал, да, он все, закроет часть двери и сядет туда в машину. Молодец, тому уважение, тому сотруднику, есть что-то, порядочность, человечность. Да, хорошо, что оперативный работает, так тяжело, кажется. Камеры держать здесь. Все, он его забирает. Все поняли, закрыли, молодцы ребята, кто так поступил, я не знаю, кто из них это решил, но тот хотел до конца закинуть. Он даже сейчас, он говорит, куда вы его, сюда закиньте. И что-то его оскорбил как-то, не могу сказать, и не слышно просто, нет. На что, оскорбил, нет, все, человек закрывает машину, а вот этот же сотрудник, это бронежилеты, который. Он его посадил нормально туда к себе. Ну реально, инвалид, человек, все, каждый знает, какое там помещение, какое пространство в этом заднем месте. Вот он там сейчас с женщиной очень грубо разговаривает, вон там, он на нее орет, он на нее, она даже скажет, что драться будешь? Вот он просит написать, мы пишем жалобы и видим, мы сейчас вам приедем, предоставим. Вот я стою, звонил в СБ в этот момент. Они мне дали номер, я вот собираю материал сейчас и буду писать заявление на этого сотрудника. Бабуля, ей 80 лет, вы посмотрите, как он разговаривает, брат перемотает, мне стыдно даже стало здесь. Мне обидно даже это стало, это моя бабушка могла бы, как он на нее орал, вот просто оставь секунду, приблизи, еще поближе. Вот она бабуля, она еле как стояла, с палкой сидела там. Вы посмотрите, как это разговаривает человек. Дай Аллах, чтоб твою матерью вот так разговаривали перед тобой, орали жесть. Извините за выражение, свинья ты на человека. Еще ударил бы ее, еще ударил бы ты, бедная женщина. Козел, ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok